Девушки отдыхают Девушки отдыхают И один электрон сядет в какое-то одно из пустых состояний, другой в другое пустое состояние. То есть можно, скажем, придумать волновую функцию вот такого типа, я напишу её. С тильдой, описывающей, что электрон с импульсом P и спином альфа, другой электрон с импульсом Q и спином бета родились в каких-то состояниях. Вот, значит, состояние P пустое, не обродился электрон. Состояние Q пустое, не обродился электрон с Q. Ну, а остальные состояния заняты спаренными электронами, либо заняты, либо не заняты. Значит, перемножаем по всем импульсам K, не исключением по реку. Ну, и там обычная рука, плюс VK. А крест Q вверх, А крест минус Q вниз, и действует на пустое состояние. Либо есть пара, либо нет. Вот, значит, такой вариант. Ну, когда это они изобрели, такие волновые функции всевозможные, стали считать уровни на этих заблуждённых состояний, обнаружилась такая неприятная вещь, что эта функция, скажем, такого типа, они неотогональны, неотогональны функции всевозможного состояния. Возникла куча всяких осложнений, множество хлопот. Ну, кое-как они сосчитали всё-таки энергии возбуждённых состояний. Но в это же время одновременно в эту проблему включился Николай Николаевич Поголюбов и предложил ввести другой подход к этой системе, которая описывает возбуждение в системе с больших числом частиц, и он предложил ввести некоторые, так называемые, канонические преобразования. И с тех пор, значит, люди, фактически, которые занимались этим проблемами, они пользовались каноническими преобразованиями Поголюбова, а не, так сказать, первоначальным бакашовским подходом. Так вот, мы давайте посмотрим, как будут выглядеть возбуждённые состояния в модели Погреша в методе канонических преобразований Поголюбова. Метод канонических преобразований Поголюбова основан на том, что мы из старых фермерских операторов формируем новые фермерские операторы рождения и уничтожения. Вот давайте возьмём, сформируем оператор, какая-то частица новая рождается в состоянии К, ну, поменять им это индексом ноль, ещё. И эта новая родившаяся частица, есть фактически комбинация дырки и электрона в старом фермерском понятии. То есть я беру, рождаю электрон в состоянии К с импульсом вниз и одновременно уничтожаю электрон в состоянии К с импульсом вверх. То есть вот это оператор рождения электрона, а это оператор рождения дырки. Ну и давайте введу их с какими-то весами. назову веса У и В, но только не те старые, которые у меня, У были, а это У и В с тильдами, чтобы их не путать. Вот, значит, одно, значит, оператор, так сказать, уничтожения новой частицы. Вот другой, который вводится так, А минус К вниз плюс В К А плюс К вверх. И ещё, значит, соответствующие к ныне, ремитово-сопряжённые операторы. Ну и ремитово-сопряжённые операторы к этому будет к первому АЛИК К. То есть ремитово-сопряжение делаем у этого оператора минус В К А К вниз. Ну и, соответственно, ремитово-сопряжение ко второму оператору. Будем для простотей эти коэффициенты У и В с тильдами считать вещественными, если бы не комплексные, но надо было бы, значит, брать комплексно-сопряжённые. Значит, считаем ещё следующую вещь. У минус К предполагаем, что оно вот таким свойством симметричности типа импульса К обладает. В К В минус К. Ну, давайте эти уравнения переименуем. Беруем 1, 2, 3, 4. Значит, старые операторы А у нас удовлетворяли фермерским перестановочным соотношением. ну и потребуем, чтобы новые операторы, которые получаются в виде такой суперпозиции старых, тоже были фермерскими. Это означает, что для них выполняются фермерские переустановочные соотношения. альфа К 0 плюс альфа такой плюс давайте символически можно это ещё обозначить так скобочку напишу. Ну, что это не коммутатор, а антикоммутатор. Я помечу знаком плюсом в уголке. Вот 1. Ну, соответствующие будут вот такие фермерские перестановочные соотношения. вот то есть это антикоммутационные свойства у них выполняются. Ну, к чему приводит вот это требование, скажем? Вот требование, чтобы новые операторы были фермерские налагает требование определенное на эти весовые коэффициенты уевые. Если взять расписать в явном виде вот этот антикоммутатор значит, надо подставить вот эти два выражения, ну, это значит, надо просто берем выражение для альфа к 0, умножаем на выражение для альфа плюс к 0, ну, и плюс значит, обратный антикоммутатор, обратный порядок этих произведений. стильными все надо писать. Начинаем последовательно перемножать все эти вещи, ну, и нетрудно убедиться, что собираем потом коммутаторы из старых операторов альфа и нетрудно видеть, что в результате этого возникает такое требование у к до к то есть коэффициенты у и в с тильдой тоже удовлетворяют условиям нормировки похожие на фердерские. если смотреть другие коммутационные соотношения, ну, ничего нового, кроме вот этого условия, нам не удается получить. Если мы вот получили выражение для операторов новые операторы через старые, то можно найти обратное преобразование как старые операторы исходные и электронные выражаются через эти вновь введенные фердерские операторы альфа. Ну, это делается довольно просто получить обратное соотношение. Ну, вот, давайте для примера посмотрим. Давайте, значит, вот это угравнение 1 умножим на УК. А уравнение четвёртое умножим на ВК стильдой. И просумеваем первое уравнение и второе уравнение внушное на соответствующие коэффициенты. Ну, смотрим, значит, УК на альфа К0 плюс ВК стильдой на альфа плюс К1. То есть, это результат умножения первого на вот этот коэффициент второго. Начинаем в явном виде писать. вот эти члены взаимно уничтожаются. Остается УК квадратка плюс В квадратка АК вверх. Ну, и в результате мы получили как старый оператор АК вверх выражается через новые операторы. Вот можно проделать такие комбинации со всеми этими четырьмя уравнениями и я выпишу табличку обратных преобразований для выражения старых операторов через новые параллельные операторы. Значит, аналогично получаем АК вверх и ремитрусу повяжем на поле и с петербург То есть они получаются обычным эрмитровым сопряжением из первых двух сторон равнений. К1, так, а плюс, минус, а вниз. Что делается дальше? Вот мы получили эту табличку, теперь смотрим на исходный гамильтониан БКШ и все старые операторы вот с помощью этих сопрошлений заменяем на новые. Ну вот, давайте посмотрим, что происходит с кинетической энергией БКШ. Кинетическая энергия. Обозначим члены ТТОТОШ 0. Сумма по импульсам и направлениям спина. То есть сумма по К, Эпсилон К, А крест К, спины вверх, плюс крест К, АК спина вниз. Ну что, а теперь подставляем гумок. Первый оператор заменили, второй оператор заменяем. Продолжение следует... и начинаем последовательно перемножать и смотреть чего чего у нас получится в результате этого перемножения значит пояснения нота Бене обратите внимание что вот при таком перемножении у нас иногда появляется что вот здесь предположим стоит оператор некрещенный альфа К0 надо провести комбинацию этих операторов к нормальному виду когда оператор рождения стоит левее ну это значит надо взять заменить на так единицу минус по перестановочным соотношениям альфа К0 ну а когда мы такие штуки делаем у нас иногда выскакивают члены не содержащие операторов результат значит таких перестановок будет такой 2 сумма эпсилу К в квадрат К стильный так плюс сумма по К вот это член не содержащий никаких операторов фермерских большая пчелонка так такая сложная комбинация ну это какая-то энергия стоящая перед оператором числа частиц нулевыми какими-то частицами и первыми частицами новыми фермерскими я их просто так условно назвал нуль и единичка чтобы различать и наконец вот такой член возникнет где стоят либо два оператора уничтожения либо рядом стоят два оператора рождения члены отвечающие появление таких аномальных вкладов вот что происходит после такого перехода кинетической энергии но есть у нас еще потенциальная энергия потенциальная энергия потенциальная энергия с ней вот не больше потому что там четыре оператора стоят сумма ккадин вккадин А плюс К вверх А плюс минус К вниз А минус К1 спину вниз АК1 спину вниз И вот, каждый из этих четырёх операторов заменяем по этой таблице суммой двух новых операторов с какими-то зависами Чтобы у нас возникает произведение четырёх двухчленов АК Там, когда начинает возникать ненормальное расположение новых операторов А плюс и так далее То есть операторы уничтожения стоят левее операторов рождения Надо приводить всё к нормальному виду Заниматься перестановкой В результате Получится у нас следующий ответ К, К1 ВК, К1 УК ВК УК1, ВК1 То есть, вот за счёт таких перестановок Поведение к нормальному виду Появился член не содержащих вообще фермерских операторов А вот постоянная какая-то энергия Плюс Член содержащий по праве фермерских операторов УК1 ВК1 Сумма У квадратка Минус В квадратка Так Минус Два УК2 ВК Плюс Напишем Член, отвечающий гамильтониану взаимодействия В новых операторах фермерских Содержащий 4 По 4 Я условно пишу его уражение А Вот так В результате После Веково-канонического преобразования Бога Любова Наш Гамильтониан ВКШ Предстанет состоящим Из 4-х вкладов Сейчас их выпишут 4 вклада То есть Гамильтониан ВКШ Будет включать в себя Какую-то энергию Е0 Неоператорную часть H00 H1 H3 Детеррекшн Что такое Е0 Это неоператорная часть Катеррекшн 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 и операторная часть, H00, это квадратичный по операторам вклад, тот, в котором стоят нормальные комбинации операторов вождения и уничтожения, описывающие число частиц. Так, минус 2ОК на ВК сумма каждых. Так, умноженные на такую скобку. H1, который не диагонален по новым операторам вождения и уничтожения, он выглядит так. Вот это диагонален по новому операторам вождения и уничтожения, этот член не диагонален. Ну и, наконец, H3 Interaction, это содержит 4 оператора, 4 оператора, то есть описывает какое-то взаимодействие частиц с рассеянием, поглощением, врождением и так далее. Ну вот, значит, мы получили преобразованный комбинацион в новых терминах, новых операторов. Ну вот этот член, который описывает взаимодействие, значит, будем пронебрегать взаимодействие между этими новыми преобразованными частицами. А вот что-то надо делать с этим нехорошим членом. На коэффициенте U и V у нас, я напомню, есть условия нормировки. Ну и давайте, чтобы вот этого члена недиагонального в нашем эмилитониане не существовало, потребуем, чтобы H1 было 0, а это может достичь за счет чего? Вот эта квадратная скобка, 2 εKUKVK плюс O2K минус D квадрат K нужно равняться нулю. Вот если эта скобочка равняется нулю, то вот этого нехорошего вклада в гамильтониан и диагонального по новым частицам рождению и уничтожению новых частин существовать не будет. Тогда можно сделать, так сказать, у нас тогда получится на коэффициенте U и V два уравнения. Вот одно уравнение, вот второе уравнение. Давайте сделаем такой трёк. Вот опять здесь есть такое у нас засуммированное выражение. Давайте сумма по K штрих, VK, K штрих, UK штрих, VK штрих. Давайте обозначим минус, дельта, K. Какой-то новый функция. Тогда у нас получится такая система уравнений. После такого перепрочения U квадрат K, U квадрат K единица, раз-два-эпсилонка, U квадрат K, U квадрат K. А теперь, ребята, переясните несколько страниц назад. Посмотрите на систему уравнений, которую мы получали для коэффициентов U и V для волновой функции B, K, SH. Если мы сотовём эти тильды, мы видим, что это на самом деле. Те же самые, как говорится, функции, которые возникали, так сказать, у B, SH при построении волновой функции основного состояния. Таким образом, эти коэффициенты U и V могут быть получены следующим образом. Вот при каноническом преобразовании, вот истребование уничтожения такого аномального вклада. Но, смотрите, вот если посмотреть на уравнение для E0, для, так сказать, начала отсчёта энергии здесь, и потребовать минимум относительно коэффициентов U, так это же уравнение то самое, которое мы получили, вот это, опять-таки, смотрите тильды, это то же самое уравнение, что мы получили, когда рассматривали энергию основного модели B, SH. Что так, что так, в общем, мы всё равно приходим к тем же самым уравнениям для коэффициента U и V. Таким образом, что у нас получается в итоге? В итоге, H1 мы уничтожили после такого преобразования. Энергия Мельтониан сводится к следующему. Значит, он H0, B, SH. В новых операторах есть E0 плюс H0, 0. Это начало отсчёта. Это энергия, над которой происходит возбуждение. H3, interaction. Так, как мы можем записать H0, 0? Давайте вот это его преобразуем. Значит, давайте вот эту всю скобку в H0, 0, назовём Е большое К. А. Перед вот этой группой операторов. Значит, у нас H0, 0. будет сумма по К. Е большое К. А плюс К0. Так, теперь смотрим на явный вид этого ЕК. Так, значит, ну, больше вам голову морочить не буду, пишу коэффициенты прямо в Бакашовский У и В. Вот это у меня Дельта К, минус Дельта К получается. Так, смотрю ранее полученными выражения для У и В. Значит, получается ЕК. Значит, получается ЕК. Так, одна вторая плюс ЕК2, корень квадрат на ЕК2 плюс Дельта квадрат. Так, минус В квадрат К, вычитаю, минус. Так, дальше. Так, плюс двойка, выражение для произведения УК, ВК. Дельта К, как мы показали из решения наших, выражение на Дельта. Ну, вот если всё это сложить, привести к ОК чему-знаменателю, получится вверху ЭПСИЛОН квадрат К плюс Дельта. Внизу. В корень ЭПСИЛОН квадрат К плюс Дельта квадрат К. Всё. Вот, значит, мы получили выражение для ЕК. ЭПСИЛОН квадрат К. Плюс. Сумма пока... Ай, я большой. Вот это, значит, первый член. ЭПСИЛОН, это энергия основного состояния. А это, значит, энергия возбуждения над этим состоянием. Альфа К0 и, соответственно, альфа К1, альфа К плюс К1 имеют собственные значения либо единица, либо ноль. То есть число фермерских частиц, либо в состоянии К1 фермерской частицы, либо ноль этих фермерских частиц. Как выглядит эта энергия возбуждения, если я её рисоваю? Давайте построим зависимость энергии частиц возбуждённых как функцию волнового вектор АК. Ну, вот эта энергия, допустим, отвечает энергию основного состояния. Так, теперь, значит, в ней надо добавить энергии возбуждения. Ну, вот как, скажем, предположим, энергия возбуждаемого частиц. Так, смотрим. ЭПСИЛОН ЕК большое. А ЭПСИЛОН К, я напомню, это Аж квадрат, Ка квадрат 2М, минус энергия фермер. Значит, когда Ка равняется Ка фермерме, ЭПСИЛОН К при Ка фермерме равняется нулю. Раз. Ну, вот, допустим, это отвечает Ка фермерме. Точка. Так, что в этот момент, чему равняется энергия возбуждения? Так, значит, Е, река равная Ка фермерме, здесь. Давайте отложим эту энергию. Так, ну, а когда ЭПСИЛОН по модулю много больше, Дельта, то у нас получается фактически ЕК выходит примерно на значение ЭПСИЛОН по модулю. Значит, тогда это выглядит так. Вот, допустим, я отложил энергию Дельта. Если бы Дельта не было, то есть поведение ЭПСИЛОН Ка, это поведение модуля ЭПСИЛОН Ка у меня. Потому что и модуль отрицательный в области Меньше Ка, Меньше Ка фермер был жительный. Поскольку в ЕК большое существует такая добавка, у нас поведение получается вот такое энергия возбуждения. То есть мы видим, что вот эта Дельта, которую мы получали, фактически играет роль щели в спектре элементарных возбуждений. Щели элементарных возбуждений. При этом, вот это Е большое Ка всегда, оно положительно. Какое Ка не берете, меньше ли Ка фермер, или больше Ка фермер, но энергия, так сказать, возбуждение, она положительна. Ну это что означает? Откуда возьмется возбужденное состояние в нашей системе? Мы можем разорвать связанную электронную пару в основном состоянии, и электрон, эта пара, разорванная, поглотившая энергию, электрон может перейти как в состояние вот куда-то сюда, с энергией меньше Ка фермер, так и может перейти сюда в состояние больше Ка фермер. Почему он может перейти сюда в состояние меньше Ка фермер? А потому что, вспомни, наша функция распределения, она размытая, и есть часть пустых состояний, не занятых электронами, сидящими на уровне основного состояния. Свободные есть места, и поэтому при разрыве электрон может попасть сюда. Ну, для того, чтобы создать возбужденное состояние в сверхопроводнике, надо разорвать одну из пар, и каждый из этих разорванных электронов куда-то перебросить выше сюда, выше вот этой щели, и поэтому минимальная энергия, приходящаяся на, так сказать, создание одного возбуждения, она должна быть больше, чем дельта. А на переброс двух частиц надо затрачивать энергию 2 дельта. Ну вот, таким образом можем мы подвести некие выводы. При нуле температуры, первый вывод, спектр элементарных возбуждений имеет щель дельта. Давайте я её буду обозначать дельта при температуре абсолютного нуля, давайте, вот так я буду, дельта с индексом ноликом. Частицы возбуждаются парами за счёт разрыва пары, пары разрываются, и энергия возбуждения, минимальная энергия возбуждения, приходящаяся на одну частицу, на один электрон, должна повышать вот эту дельта ноль. Ну вот. Всё. Передаю вас руки Игоря Александровича, который к трёх часам должен подойти. Пу-ту-ту. Эга. Ага. Время лица. Аллёга-русать приправы horribly cualquier.